Итак, как мы уже убедились, во многих ситуациях требуется гарантия отсутствия ошибок в системе. Бессистемный подход, метод представленного взгляда, выборочные тестирования не гарантируют и не обосновывают полученного результата. Известны цитаты Дейкстера, что тестирование может показать присутствие ошибок, но не может показать их отсутствие. Если грубо разделить ошибки на частые, редкие, безвредные и критические, то можно сказать, что тестирование позволяет выявлять частые ошибки. Формальные методы нацелены на выявление критических ошибок. Это связано с тем, что применение формальных методов сопряжено с затратами ресурсов и времени, поэтому формальные методы концентрируются на критических ошибках. Соответственно, редкие, безвредные ошибки, в принципе, никого не интересуют. Здесь надо обратить внимание, что тестирование и формальные методы, не взаимоисключающие варианты, и должны применяться совместно. При этом надо помнить, что верификация программ в общем случае алгоритмически неразрешима. Соответственно, нас интересует строго обоснование отсутствия ошибок в программе, но мы должны при этом держать в голове, что это не всегда возможно. Итак, формальные методы. Они определяются как использование математического аппарата, реализованного в языках, методах и инструментальных средствах спецификации и верификации программы. То есть, грубо говоря, это использование некоторого системного подхода к поиску ошибок в программе. Подход к поиску ошибок при этом базируется на строгом и непротиворечивом математическом аппарате, позволяющем нам строить суждения и логические выводы о корректности программы. Если ошибок не найдено, то гарантии их отсутствия на самом деле все равно нет, то есть может быть ошибка в рассуждениях или исходных посылках, однако есть обоснование того, почему мы считаем, что ошибок нет. Как правило, среди формальных методов выделяют методы формальной спецификации программ и методы формальной верификации программ. То есть доказательств теории, верификации программ на модели и еще ряд более современных методов, которые мы рассмотрим ниже. Соответственно, математический аппарат, лежащий в основе формальной верификации, был рассмотрен в курсе математической логики, а первая группа методов методов формальной спецификации будет рассмотрена в соответствующем курсе следующего семестра. Рассмотрим различные виды формальных методов проверки правильности программ. К ним обычно относят так называемое полное тестирование, то есть тестирование с обоснованием полноты тестового покрытия, имитационное моделирование, доказательства теорем, статический анализ, верификацию программ на модели и динамическую верификацию. Итак, тестирование и моделирование. В основе системного тестирования должно лежать обоснование, почему выполнение предложенного набора тестов будет гарантировать правильность программы. Как правило, в той или иной форме это обоснование сводится к подтверждению выполнения всех пунктов спецификации. Существуют различные варианты обоснования. Метод черного ящика, Blackbox Testing, это полное покрытие входных данных, то есть мы составляем набор тестов так, чтобы перебрать все возможные входные данные программы. И метод прозрачного ящика, Whitebox Testing, полное покрытие кода программы, в той или иной интерпретации, например, полное покрытие операторов программы. То есть, если мы выполним все тесты нашего набора, то через каждый оператор программы мы пройдем хотя бы один раз. Возможно, и другие варианты. Плюсы тестирования очевидны. Во-первых, мы проверяем правильность ровно той программы, которая будет использоваться. Это значит, что если на некотором сценарии она отработала без ошибки, то на том же самом сценарии, в том же самом окружении, у пользователя ошибки также не возникнет. Второе, не требуется знание дополнительных инструментальных средств. Это значит, что тестировщику необходимо иметь знания, достаточное для работы с программой, которую он тестирует. Соответственно, в большинстве случаев тестировщик может быть достаточно неквалифицированным. Также средства отладки позволяют достаточно быстро локализовать источник ошибки и устранить ее, что ускоряет переход от нахождения ошибки к ее устранению. То есть, на первый взгляд, все, что нужно, это составить правильный набор тестов, которые дают нам полное покрытие, и провести эти тесты. Если бы это было возможно, мы бы получили идеальный механизм проверки правильности программ. Однако, на этом пути мы встречаем целый ряд проблем. Во-первых, в ряде случаев невозможно создать условия для тестирования нашей системы. Особенно часто это случается при тестировании встроенных программ, поскольку для тестирования необходимо создать натурный образец системы и воспроизвести ее физическое окружение. В качестве примеров можно провести программу, работающую на борту самолета, различный сетевой софт. Эта проблема частично решается при помощи имитационного моделирования, в ходе которого мы используем другую программу для того, чтобы моделировать окружение той программы, правильность которой мы проверяем. Для тестирования и отладки программы, на самом деле, нужно выполнить серию воспроизводимых тестов для систем, взаимодействующих с реальным миром. Тесты часто невоспроизводимы. Это также может быть решено при помощи имитационного моделирования. Давайте разберемся с полнотой тестового покрытия, поскольку, к сожалению, здесь тоже не все хорошо. Если мы используем метод черного ящика, то для последних программ, на самом деле, достаточно сложно перебрать все входные данные. Для параллельных программ очень сложно, а для динамических структур данных, программ, взаимодействующих с окружением, зачастую невозможно. Ну, например, если ваша программа занимается анализом изображений, их классификации, то вы вряд ли сможете перебрать все возможные изображения, с которыми придется столкнуться в вашей программе. Для тестирования с обоснованием методом прозрачного ящика к проблемам также относится большой размер тестового покрытия, поскольку он растет экспоненциально с сложностью программы. Часто невозможно построить стопроцентное покрытие, поскольку в программе может быть небостижимый код. И, наконец, полное покрытие в терминах операторов программы не гарантирует отсутствия ошибок. По поводу черного ящика. Пример, что для поиска выигрышной стратегии в шашках при помощи этого метода потребовалось 10 в 14 степени тестов, то есть 18 лет постоянной работы от 50 до 200 десктопов. Я думаю, понятно, что шашки – это не самая сложная игра. Рассмотрим пример построения покрытия для прозрачного ящика. Для такой программы нам требуется 2 теста. Очевидно, что для вот такой программы их уже требуется 4. Соответственно, размер тестового покрытия будет расти экспоненциально с ростом структурной сложности программы. Рассмотрим другую программу. У нас есть целочисленные переменные. Если она равна 1, то мы выводим OK. В противном случае – Error. Полное покрытие данной программы учебно невозможно, поскольку одна из строчек недостижима. Соответственно, если мы хотим применять тестовое покрытие с обоснованием полноты при помощи метод прозрачного ящика, нам нужно уметь находить подобные ситуации. Эта задача в общем случае неразрешена. И, наконец, полное тестовое покрытие может не являться гарантией отсутствия ошибок. Здесь у нас есть программа, которая считает длину строки. Присываем переменные len 0. Далее увеличиваем значение переменной на единицу в цикле, пока не встретим нулевой символ, обозначающий конец строки. После чего возвращаем значение переменной. Тестовое покрытие, состоящее из двух входных, двух наборов входных данных, A и BBB, дает нам полное покрытие кода в терминах операторов. Однако ошибку, я надеюсь, что вы видите, где она, мы здесь не найдем. Таким образом, полный перебор входных данных невозможен зачастую и является плохим критерием полноты тестового покрытия. Полнота покрытия кода также не гарантирует нам правильности, если мы говорим про покрытие кода в терминах операторов. Но при этом мы должны понимать, что ошибка – это ошибочное вычисление системы, то есть порядок выполнения системы от получения входных данных до получения результата. Соответственно, было бы неплохо обосновывать полноту тестового покрытия в терминах возможных вычислений, то есть перебирать все возможные вычисления. В то же время здесь есть проблемы, потому что вычислений может быть очень много, и более того, их может быть бесконечное количество. И как мы увидим в дальнейшем, проверка программ на модели – это фактически тестирование с обоснованием полноты покрытия в терминах возможных вычислений, но поскольку у реальной программы возможных вычислений может быть бесконечное количество, мы проводим эту проверку на некоторые модели программы, у которой число вычислений конечное. И хотелось бы еще заметить несколько вещей. Несмотря на то, что тестирование настолько несовершенно, оно вовсю применяется при разработке критически важных систем. Это связано с тем, что разработка таких систем регулируется набором стандартов, например, разработка авиационную по регулирую стандартам DEO-178B, ну, или его российским вариантам. Соответственно, стандарты разрабатывались давно, поэтому методов верификации, которые появились за последние 10 лет, в них нет. И там используются достаточно достаточно сложные методы обоснования полноты тестового покрытия, примером которых может служить критерий Modified Condition Decision Coverage, о нем можно прочитать по данной ссылке, которые используются на Западе при верификации критически важных компонентов в вернике. Однако, в 2011 году вышла новая версия стандарта, 178C, в которой уже включены разработка программного обеспечения на основе моделей и формальные верификации. Давайте поговорим о классах программ, тестирование которых связано с дополнительными сложностями. Первое – это реактивные программы. Традиционные программы всегда завершаются, описываются в терминах вход-выход, то есть, что подается в программе на вход, что мы ожидаем получить от нее в качестве результата, и число состояний таких программ зависит от входных данных и количества переменных программ. Реактивные же программы работают в бесконечном цикле, взаимодействуют с окружением и описываются в терминах стимул-реакция. При этом стимулы могут подаваться в различном порядке. Это не обязательно параллельная программа. Это дает дополнительный источник сложности, поскольку к входным данным и набору переменных программы добавляются всевозможные цепочки стимулов и их перестановки. Дополнительные сложности связаны с параллельными программами. То есть с программами, в состав которых входит несколько последовательных процессов, взаимодействующих между собой. Число возможных вычислений растет экспоненциально, возникают различные неочевидные ошибки. Пример таких систем – это система с разделением ресурсов. Хотелось бы показать, что это не только экзотические программы, вроде программного обеспечения спутника или атомной электростанции. Параллелизм встречается повсюду. Один из типичных примеров – это система с разделением ресурсами. То есть, например, автомобили на дорогах конкурируют за доступ к перекресткам. В телефонных сетях абоненты конкурируют за доступ к каналу и своим аппаратам. Давайте рассматриваем в качестве примера известное правило, что на перекрестке уступают дорогу тому, кто находится справа. Это может провести круговое блокирование дорожного движения, как показано на иллюстрации. И в реальной жизни это решается очень просто. Приезжает регулировщик и вручную регулирует движение, помогает автомобилям разъехаться. Однако нужно понимать, что для программ такой подход неприменим. Правила, заложенные в программах, должны работать всегда и не требовать помешательства человека. Можно рассмотреть еще один типичный пример. Для того, чтобы один человек мог позвонить другому, должны быть свободны два ресурса. Это линия от звонящего до АТС и линия от АТС для того, кому звонят. Это так называемые правила соединения. Если два человека попытаются одновременно позвонить друг другу, то у них ничего не получится, поскольку это противоречит правилам соединения. Если они будут синхронно повторять свои попытки, они так и не смогут связаться друг с другом. Обратите внимание, что с точки зрения обычной человеческой логики это довольно противоестественно. Люди хотят настолько поговорить, что они одновременно звонят друг другу. Однако правила этому препятствуют. Аналогичная проблема возникает при управлении разделенными ресурсами операционной системы и приводится во всех учебниках. Для того, чтобы распечатать документ, нужен эксклюзивный, одновременный доступ к дисководу и принтеру. Соответственно, два процесса, один из которых получил доступ к дисководу, другой к принтеру, блокируются, ожидая освобождения ресурсов друг от друга. Ситуация называется тупиком. И еще один пример. В технологии программирования считается, что сложные системы нужно создавать из тщательно разработанных и протестированных компонентов. В идеале, система собирается лишь после того, как доказана корректность всех составляющих компонентов. Однако некоторые проблемы становятся очевидны только на уровне системы. И отсутствие средств для тестирования собранной системы может дорого стоить. Решения, абсолютно корректные на уровне отдельных компонентов, могут иметь неожиданные и печальные последствия, будучи собраны въедино. Это хорошо было проиллюстрировано 14 сентября 1993 года в аэропорте Варшава. Аэробус компании «Ливтганзе», 72 человека на борту, приземлялся в сильный ливень. Сцепление колес поверхности аэродрома не хватило для торможения, однако пилоты знали, что всегда могут использовать так называемую реверсную тягу. Однако реверс не включился вовремя, самолет не успел затормозить, два человека погибло. Как оказалось, дело было в следующем. Реверсная тяга не может включаться в полете, это, естественно, приведет к окружению самолета. Для предотвращения этого на многие самолеты ставится система защиты. Эта система проверяет, что выполнен ряд условий. Во-первых, шасси выпущено, самолет не находится в полете. Во-вторых, вращаются колеса, то есть самолет вступил в соприкосновение с поверхностью аэродрома. И третье, вес самолета находится на шасси, то есть самолет сел. В сложившейся ситуации шасси было выпущено, однако шасси скользили по поверхности воды, так называемой гидропланированной. А неожиданный порыв попутного ветра скомпенсировал вес самолета так, что контрольная система включила реверс только спустя 9 секунд после команды. Самолет выехал за пределы полосы и врезался в здание. И в этой ситуации не было ошибок ни при разработке компонентов, ни при управлении самолетом. Просто система управления не была расчетана на такую ситуацию в ходе тестирования и моделирования, ее никто не предусмотрел.